Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире. Палата представителей Уругвая единогласно проголосовала за законопроект, объявляющий 24 апреля Днем памяти жертв, совершенного против армян геноцида. Очередное заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Эрдоган решил защитить Западную Армению от Израиля. Протесты не помешали демаркации. Вопрос Арцаха закрывается консенсусом. Восточная Армения откроет посольство на Кипре. Ассимиляция и амшинские армяне. Серебряный сакр с символ власти на Армянском Нагоре. 14 мая Палата представителей Уругвая единогласно проголосовала за законопроект, объявляющий 24 апреля Днем памяти жертв, совершенного против армян геноцида. Проект был представлен парламентариями Назми Камарго, Мария Евгения Роселло, Хуан Мартин Родригес, Микаэля Мельгар. Депутаты Педро Хиздонян, Карлос Варелла, Рафаэль Менендес, Иван Посада, Мария Евгения Роселло, Филиппе Алгорта, Уго Камаро, Убальдо Айта и Хуан Мартин Родригес приняли участие в парламентарских дебатах в пользу проекта. В ходе выступления некоторые из них осудили от Кастурции признать геноцид и подчеркнули, что безнаказанность подпитывает преступления богов против народа Армении и Арцаха в последние годы, включая уничтожение армянского культурного наследия. Отдробленный обеими палатами проект основан на инициативе доктора Густава Ваннесханяна из Евангелистической Церкви, которая после обнародования получила поддержку различных институтов армянской общины. 7 мая палата сенатора Варугвая единогласно проголосовала за законопроект о объявлении 24 апреля Днем памяти жертв совершенного против армян геноцида. Законопроект обязывает все государственные теле- и радиоканалы ежегодно 24 апреля освещать тему геноцида, совершенного против армян. 15 мая на онлайн-платформе Skype состоялось очередное заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Заседание вела вице-спикер Национального собрания Республики Западная Армения Гайанет Татевосян. Речь председателя Национального совета Западной Армении Арминака Абраамяна была адресована депутатам в связи с предстоящим парламентским днем 24 мая. В заседании Национального собрания Республики Западная Армения приняла участие президент Республики Западной Армения Лидия Маркуссян. Пожелала присутствующей плодотворной работы в законодательном органе. На заседании Национального собрания Республики Западная Армения присутствовал заместитель министра иностранных дел Бартан Симонян. Участники заседания обсудили вопросы повестки дня. Если не остановить Израиль в секторе газа, он рано или поздно нацелится на оккупированную Западную Армению. Об этом в парламенте на заседании фракции правящей партии «Справедливости и развития» заявил Эрдоган, отметив, Анкара будет продолжать поддерживать радикальное палестинское движение «Хамас», которое, как сказал он, сражается не только за свободу своей земель, но и отстаивает в Газии передовые рубежи Анатолии. Эрдоган принял главу министерства юстиции Елмаза Тунча и главу национальной разведывательной организации Турции Ибрагима Калина. Как отмечает газета «Дуня», это произошло на фоне заявлений лидера турецкой партии националистического движения «Девлета Бахчели» о возможной подготовке к государственному перевороту в стране. Накануне Бахчели заявил, что готовится заговор против республиканского альянса, в который входит и «Партия справедливости и развития во главе с президентом». Напомним, Западная Армения является родиной армянской цивилизации. В указанные Эрдоганом территории входят Ахри, Эрдоган, Бинггель, Битлис, Эл-Изых, Ерзинджан, Карин, Хаккари, Игдирь, Карс, Малатия, Муш, Дерсим, Бан. В 1878 году из 4 миллионов жителей данной провинции в основном занимали армяне. Израиль рука об руку с Россией и Турцией и их незаконно рожденным сыном Баку в 2020-2023 годах уже захватил армянские земли в Арцахе, создав мощный антиармянский и антииранский плацдарм. Фактически, акции протеста в Восточной Армении не помешали демаркации Табуша. Вчера, как и ожидалось, именно на границе состоялось заседание совместной комиссии, наконец стали известны карты, на основе которых проводится граница. Речь идет о топографической карте Генерального штаба Вооруженных сил СССР 1976 года. Из аппарата премьер-министра Восточной Армении сообщают, воспроизведение линии границы на этих участках завершено. Согласовано, подписано и граница на этих участках считается делимитированной. Это действительно нонса в международных отношениях, но в Армении возможно все. Протестующие проделывают довольно успешную попытку приостановить процесс демаркации в Табуше. Они прибыли в Иван, где также говорят о необходимости прекращения законного процесса. Основной акцент был перенесен на смену власти Восточной Армении. Явно бесполезную процедуру импичмента. Протест не только не остановил катастрофический процесс распада страны, но и побудил власти действовать быстрее. Правительство утверждает, граница была воспроизведена на основе Алматинской декларации и процесс должен продолжаться по той же логике и по тем же принципам на других участках границы. О каких участках идет речь не говорится, но очевидно, речь идет про неоккупированные армянские территории. Не сложно догадаться, что следующим будет Тигранашенко и Арки, который также будет сдан в соответствии с Алматинской декларацией. На самом деле все делается не с помощью сомнительной карты декларации, а в соответствии с преступным заговором о передаче БАГУ всех стратегических пунктов Армении. Алматинская декларация нужна власти Армении только с одной целью – окончательно закрыть арцахский вопрос. Акции протеста только ускорили реализацию преступного заговора действующему председателю ОБСЕ в Ереване. Требования к минской группе предъявлены не были, и арцахский вопрос будет закрыт консенсусом. Лавров, Шольц, Блинкин и Нитаньяху тому свидетели. Восточная Армения откроет посольство в Республике Кипр с резиденцией в Некасии. 16 мая на заседание правительства проект был включен в пакет непредставленных вопросов. В обосновании проекта говорится, что Восточная Армения и Республика Кипр принимают друг друга как традиционно дружественные страны. За последние десятилетия Армении и Кипру удалось развить прочные межгосударственные отношения. В настоящее время между двумя странами ведется политический диалог на высоком уровне, и существует многоплановая двухсторонняя повестка. Последовательное развитие армяно-кипрских отношений отмечено взаимными визитами в высокопоставленных чиновниках с созданием широкого договорно-правового поля, активным политическим и экономическим диалогом между двумя странами. В настоящее время посольство двух стран действует по совместительству посольства Армении в Кипре в Афинах, посольства Кипра в Армении в Москве. 14 мая 2024 года кипрская сторона в официальном заявлении сообщила о решении Совета министров Кипра от 27 февраля 2024 года открыть дипломатическое представительство посольства Кипра в Армении резиденцию в Риеване с ожиданием согласия правительства Армении. Об этом официально заявил министр иностранных дел Кипра в рамках официального визита в Армению 7 марта. Дипломатическое присутствие на Кипре будет способствовать дальнейшему развитию армяно-кипрских отношений. В контексте этого МИД считает открытие посольства Армении на Кипре целесообразным, что соответствует внешней политике и интересам республики Армения. Согласно данным ЮНЕСКО, амшенский диалект армянского языка в оккупированной Западной Армении находится под угрозой исчезновения. С целью сохранения амшенского языка и культуры еще в 2011 году в Константинополе был основан союз «Хатлик». В 2014 году опять же в Турции начал издаваться амшенский журнал «Гор». Неоценимый вклад в работы внес один из представителей армянской диригенции амшена Махир Оскан, чьи усилия по сохранению родного языка и культуры видны и в Ереване. Написанные им многочисленные статьи переводили и публиковали на официальном сайте по изучению проблем в Западной Армении и проживающих там армян. Телеканал «Вестерна Армении 2» представляет очередную статью Махира Осканна, благодаря которой становится очевидным. Проживающие в оккупированной Западной Армении некоторые представители армянской интеллигенции амшена продолжают борьбу за сохранение идентичности и ищут новые пути противодействия турецкой политике ассимиляции. Серебряный сакр, датируемый 23-22 веками до н.э., был найден при раскопках памятника Рашамп из так называемой царской усыпальницы. Гробница была обнаружена в 1987 году. Это целостный комплекс, где впервые, по мнению экспертов, топор становится не просто инструментом или оружием, а символом власти. В беседе с журналистами научный сотрудник отдела археологии и нумизматики Музея истории в Восточной Армении Арминец Зограбян отметила, находка свидетельствует, что в тот период государственные образования, населявшие Армянское Нагорье, имели свои представления о власти. Среди других находок в знаменитой гробнице Карашамп был найден серебряный ритуальный сакр. Боевой сакр имел ритуальное значение, это великолепный образец парадного оружия. Он цельный, изогнута дугообразный, в конечностях имеют форму седла. Обножка главным переходом соединяется с горизонтально установленной опорой, центр которого увенчан сферическим выступом. В центре обальное отверстие с обеих сторон окаймлен спирально закрученным непрерывным рельефом. Зограбян объяснила, почему именно сакр приобрел значение символа власти. Уже существовала мифология, а согласно мифологии выстраивается равновесие мира. Ударяя топором, раскладывает мир надвое. Топор приобрел важное значение во власти и как инструмент для вынесения судебных решений. Этот образец исключительен, так как это единственный в регионе образец топора, сделанный из серебра. При этом однотипных топоров много, но все они изготовлены из меди и бронзы. Специалист подчеркнул, что не случайно на чаши кара шамп изображен царь-бог, держащий в руках сакр. Эксперт подчеркнул, что не случайно на чаши кара шамп изображен царь-бог, держащий в руке меч, а перед ним кладут военные трофеи. Это указывает на то, что сакр – атрибут, символизирующий власть, который также можно было использовать в ритуалах. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!